здравствуйте друзья из-за иммигранта мобиля из кремниевой долины вас приветствует ваш любимый блогер как некоторые называют и алексей который бывал у нас раньше на канале и было это связано я помню с тем что вы приехали учиться пропустим тут человек вы приехали тогда учиться в какой-то там китайский университет а приехали еще из китая я помню из китая в китайскими все одну хозяину был школу закрылась которая учились так мы в то время тогда на в том интервью разговаривали про получение 7 и про и пангизи а когда это было тоже было три года она то есть история была такая вы приехали вы уже были в профессии в целом и вы как бы начали учиться и одновременно вам сделали этот c5 вы и вы работали в какой-то приличной компании сейчас не по экспеди я начал то есть вы делали автоматизированное тестирование или что я делал до автоматизации веб-аппликейшн в спиде так и многие люди тогда наверное даже до сих пор мало кто может быть знает о том что можно приехать по iphone визе и работать ну и я думаю те кто интересуется они в курсе но там фишка была ваша ваша система в том что вы учились как это там субботу весь день полдня воскресенье то есть учебы не было такой знать как вот не было до много классов классы были только раз в месяц и можно было конечно в месяц раз в месяц ним не один выкинг то есть ты приезжал в пятницу потом прижал в субботу и по-моему еще что-то было воскресенье 1 месяц раз в месяц поэтому некоторые люди могли даже прилетать других штатов они где-то работать в нью-йорке это узнаете хочется как в анекдоте сказать вот тут мне карты и пошел хорошо то есть вы фактически могли совершенно работать full time а как как еще казна разрешает такое-то поразительное наверное казна согласно нет нет безусловно это все законно был потому что мы здесь все официально устроены все платим налоги еще платим за школу хорошо и так вы учились в этом как-то он назывался этот университета не богданова что сослата куда и так вы его закончили там что там был бакалавр как раз таки я слегка на ушел потому что у него начинались проблемы и ушли в другой такой же так хорошо вы в итоге вы получили этого бакалавра или что-то вы получали или вы мастер игры до мастер дегри по хорошо значит что происходило по линии x5 и как бы других работодателей то есть вы работали в экспеди и потом чтобы да потом получилась начнем пришлось поискать работу не будем вдаваться в детали да но устроился потом я на фултайм в компанию сиска сиска то есть мы все в приличных компаниях так как-то да ну себе те она не влияет на приличность верно носи 5 как бы влияет на то что не все хотят разговаривать здесь конечно нужно понимать что с таким разрешением работу придется попать его платить хорошо поработали в сиска да здесь вот возникает опять проблема то что закончился опыте потом после граду ведь до после окончания после получения этого мастера у вас было там сколько-то месяца в год 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 дают да ты можешь также продолжать работа говорят что можно еще продлить там как-то этот год и здесь нужно опять же сделать акцент на том что должна быть хорошая школа которая кредитована и тогда говермент будет согласен продлить тебе если твоя школа не аккредитована о чем нужно знать заранее да ничего кое-кто не знал но ваша была вашим ваша как было на шаблоне окей то есть вас не было возможности продлить и и и тогда я решил продолжить свое образование и поступить дружку идти вы сейчас опять продолжаете значит вы продолжаете но вы работаете пред теперь значит вы продолжаете тоже там раз в неделю вместе сходите здесь здесь много онлайн классов то есть онлайн классы и домашняя работа физически нужно до присутствовать в классе раз в месяц иногда чаще и вот можно так подождите вот это разрешение на работу вот допустим там вы закончили у вас был этот у пяти а сейчас вы на чем себе то есть как бы учусь и работаю а это что вообще так всю жизнь можно вот так учиться и если продолжаешь учиться на тебе все время разрешают работать или как ограничение в том что вообще нахождение в стране на статусе фан ограничено по моему 8 лет и все-таки вот так а такое что раньше не было я знаю женщину на форуме говорим проезд так она 10 лет была на фан а потом замуж ушла ну возможно часть из этих десяти лет было не совсем легальными да возможно да я не знаю но мы не знаем но я думаю что эта информация открытая сколько можно находиться в саду сейфан стране я думаю можно загуглить 3 минуты я просто не помню ну да наверно что того возле семьи 8 лет и ограничение номер два это то что ты не можешь постоянно изучать одну и ту же программу чтобы тебе одобрились и пяти ты должен как-то расширять свой я понял вы не можете взять мастер по компьютер сайса потом еще раз мастер по компьютер сайт дважды мастером по компьютер сайса будет нелогично так то есть а вы сейчас изучаете мастер а потом можно на ходить если очень сильно захотеть да ну да ну что же хорошо так ладно а вообще вот как вот вы как так освоились вам не сильно давит на психику но в смысле вот все таки вот неразрешенности миграционного вопроса или достает как работодатели вообще к этому относятся я понимаю что работодатели сейчас очень огорчены с тем что подаешь подаешь на рабочие визы а там это лотерея идиотской ничего не получается то работодатели они точно также страдают от этой системы миграционной им хотелось иногда даже очень сильно видеть каких-то конкретных людей у себя в компании но из-за миграционной политики это не выходит поэтому они с удовольствием и рады работать хоть с чем будь это все пяти или и чонки но у них есть конечно свои экономические законодательные ограничения поэтому если выбирать между человеком у которого нормально разрешение работу и какое-то не совсем то конечно делается в пользу человека с нормально но это не сказывается на работе на зарплате то есть допустим они не пытаются сэкономить на человеке который с каким-то ущемлением там если у них получается сэкономить то можно сэкономить и на человеке с которым который нормально так мы естественно и да ты естественно немножко не в приоритете поэтому может быть твоя зарплата просто у вас возможности по торговаться меньше то есть ваш поскольку ваш рынок ограничен то вы как бы не можете также свободно себя чувствовать но в другой стороны если человек очень хорошим у него очень хороший уровень то зачем волноваться по поводу этого ну хорошо теперь все-таки значит компании имеют возможность и не все об этом знают но вообще говоря для того чтобы человеку делать грин карту например совершенно не обязательно чтобы он находился в сша и чтобы он у тебя работала может жить день в париже и когда там а я как работодатель его хочу и мне говорят а чего же он вот не приедете по рабочей визе я говорю так уже на нет решения работу на одну зарплату они не хотят вот уже приедут там screen карты как ну пожалуйста то есть это можно нет такого что он должен быть сначала на H1B или сначала на L1 а потом мы ему делаем грин карту такого нет ограничений но вот скажем ваш работодатель нынешний он знает что так можно или скажем он хочет так сделать да они знают что можно и вроде как хотят каждая компания своей полосе и они могут даст как поработаем нас год потом и что-то будем начинать делать будь в статусе H1B или мы начнем что-то делать или в другом каком короче у каждого своя игра своей полосе это правда это правда чем меньше компания друзья чем меньше компания тем проще потому что вот допустим у меня 10 человек работает вы ко мне пришли мы все вопросы решили а когда у тебя компания там 2000 человек или там даже 500 и там много людей в одном и том же статусе да ты уже не можешь одному так и другому так ты должен как-то придерживаться по стандартам уже должен палисе заметь да поэтому как раз таки наверное в связи с этим так поступила компания а что они сделали не было им очень удобно поддаваться сразу но вы сейчас там не работает они ну ну хорошо а они как-то говорили вот мы готовы вы скажем не так а вот еще как-нибудь то есть они или вы с ними эти вопросы не обсуждал у них сначала я понял то есть через H1B соответственно ты будь ты хоть очень сильно хорошим специалистом ты должен выиграть в лотерею я понял соответственно в этой лотереи я помню много лет назад знаете ну ну реально много лет назад может быть 20 вот где-то там на форуме говорим про вес или там или форум привет тогда это был обсуждалась такая вот ситуация что например компания motorola набирает много народу по H1B но отказывается делать им green card так мне кажется мы приехали к железной дороге мы ехали на станцию по моему вот она вот вот там должна быть это уже это уже железная дорога а значит алексей поедет на электричке в сан-франциско он там живет вот ну и мы как раз вот там беседовали по поводу того чтобы алексей у нас поработал немножко тоже так параллельно с основной работой да знаете как это называется грабь награбленная вот набрал сознаний поделись поделись вот так что друзья если кто-то из вас там сильно награду знаний вот так вы тоже делитесь чего вы так попрятались там по углам каждый эти нравится все себе да себе коллаборатив инваймент каждый делится тем что знает в конце концов приходят почему-то очень интересно большом вот я такое знаете привожу студентам когда их мотивирует там делиться информацией я им говорю что представьте себе вот там кто-нибудь сидит там девочка гуна представься у тебя есть яблоко меня есть яблоко я бы вот представь себе агуты дала мне свое яблоко а я дал тебе свое я буду сколько теперь у тебя яблоко это одно кто у меня одно я бы видишь как а теперь смотри вот ты нашла там баг и мне показала и я нашел баг тебе показал сколько багер ты теперь знаешь вот видела в своей жизни с.. как раз стоит вот в 2 я губерегу гораздо лучше меняться багами чем бог я получаю да я рассказал про баги которые случаются связей фан уйма мороза друзья как они гнусно гудят эти электрички так ну чего приехали дорога до путь дорогу вы знаете как сесть на это дело да но нам не да то есть она будет перейти на ту сторону там билет а может быть билетики прямо все тут а вот автоматка сберет ну хорошо ладно спасибо большое встречи мы не прощаемся мы не прощаемся у нас еще впереди много интересных встреч дайте помашем ручкой счастливо